Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но, в общем-то, вокруг и в Казани, и в Самаре томограф это есть, и КТ, и МРТ, и в принципе у всех они окупаются. Поэтому, я думаю, что для Новгорода просто очень важно это сделать. Купить. Купите себе томограф, короче. Что оно здесь горит-то? А, оно не горит. А, смотрите, а кто будет работать? 100% найдется, кто работает. Вот 100%. Ну, у вас миллионный город. Практически единственный в России, который остался без КТ и без МРТ. То есть, это просто, ну, скажи, что последний оплот, где можно это поставить и вообще. То есть, понимаете, кто станет первый, тот и все. Это в этапке. Ну, вот. Ну, пациентов очень много. Вы можете на мой канал зайти и посмотреть, сколько я только их оперирую. Другие врачи нашей клиники оперируют. Эндоскопии, у нас, по-моему, рекорд был 18 чушей за день. 18. Ну, питья больше, конечно, Новгорода. Но это все равно очень много. Это очень много больных. Вот. Поэтому, ну, никакого сомнения у меня нет, что здесь это точно надо и точно будет есть, кого лечить. Вот. Это точно. Дальше. Значит, если другой клинический симптом, то есть, другой клинический диагноз у пациента, симптомы те же самые. Это вестибулярные нарушения у котенка, да. Вот такой вот котенок, двухсторонние вестибулярные нарушения, и у него было нарушение движения, связанное с поражением таламуса и отсутствия болевой чувствительности. Тоже средний АТИ. Тоже маленький котенок. Но понятно, что лечить его надо с двусторонними вестибулярными нарушениями, и лечить его надо совершенно по-другому, да, чем предыдущего кота, тоже с вестибулярными нарушениями, но с поражением только вестибулярного аппарата. Такого котенка мы будем лечить эндоскопически, то есть, будем промывать ему обе булы, да, потому что у него с двух сторон поражение, и думать опять, откуда же взялись эти полипы непонятные в голове этого бедного котенка. Поэтому этот пациент будет лечиться с помощью атоскопии и длительного курса антибиотиков. Это кошка, у нее был синдром Хорнера. Я вам показывал вначале, кошка с синдромом Хорнера и не с АТИ. А сейчас кошка с синдромом Хорнера и с АТИ. Но, опять же, с каким АТИ и как ее будем лечить? По симптомам мы не знаем, какой конкретно у нее воспалительный процесс, где поражение. То есть, все, что мы будем знать по этой кошке, то, что у нее есть синдром Хорнера, и, возможно, у нее есть какое-то поражение, какая-то болезнь в области булы. Эту кошку мы будем лечить атоскопией. Почему мы не будем лечить эту кошку булотомией? Потому что у нее вот в нижней части, в вентральной части булы нет никакого содержимого. То есть, почему у этой кошки мы будем использовать лечение, которое будет заключаться в атоскопии, не булотомии. Именно потому, что никакого воспаления, какого-то большого или скопления жидкости в вентральной части булы у этой кошки нет. Зачем тогда будем делать ей булотомию, если у нее воспалительный процесс находится только в верхней части булы. Вот. Ну и вот мы ее будем лечить. Вот так, кстати, выглядят слуховые косточки у кошки на эндоскопии в ухе. То есть, вот такие вот косточки. Вот так вот они выглядят. Вот. Дальше. Если у кошки есть средний айтит, то с чего мы будем начинать лечить и диагностировать средний айтит? Правильно. С риноскопии. В алгоритме лечения среднего айтита мы начинаем с чего? После того, как мы сделали МРТ, мы начинаем с риноскопии. То есть, смотрите, мы средний айтит лечим, делая сначала риноскопию. Вот. Непонятно, почему это свет начинает загораться. Меня бесит. Вот. Все наоборот какой-то. Вот. Все. Вот лампочки с ума сошли. О, наверное, они голосом управляются. Вот. Почему это важно? Почему важно делать риноскопию? Риноскопию важно делать, потому что там полипы. Если вы будете лечить ухо и не будете удалять вот этот полип в носу, то смысла от этого вашего лечения не будет никакого, потому что в носу у этой кошки полип. Поэтому, вот зачем вы будете делать атоскопию и не удалять полип из носа? У кошек это очень часто бывает. Бывает ли это у собак? Бывает. Но редко. Вот. Интересный код. У него полип. Как вы думаете, надо ему делать КТ или нет? Вот у него диагноз очевидный. Это очевидный код с очевидным полипом. А, ну, то есть диагноз тут вообще, вот просто, вот посмотришь и все понятно. Он торчит вот так вот из уха. То есть это средний аатит, есть симптомы, уже наружный аатит, потому что из среднего уха, аж на улицу, вырос огромный полип. То есть, да, у нас есть аатит, у нас есть средний аатит, у нас есть наружный аатит. У нас есть полип. Но, что мы будем делать? Мы будем удалять слуховой проход или нет? Мы будем удалять буллу или нет? Вот для этого мы проводим дальнейшую диагностику. Потому что полип мы удалим, да? Вот мы его удалили. То есть, но нам не важно, что я сделал, что у кота есть полип. Нам надо знать, что этот полип сделал с головой этого кота. То есть, поэтому мы делаем его КТ. с контрастом, чтобы увидеть, какой объем хирургии нам будет необходимо делать. То есть, у него есть воспаление мягких тканей, накапливается контраст. У него хроническое длительное воспаление в буле, в двух ее частях. Поэтому кот с отсутствием наружного слухового хода, из-за того, что он просто сгнил от этого полипа, и с булой, в которой находятся микроорганизмы, потому что кость при хроническом воспалении, она утолщается. И мы по КТ это хорошо видим. Поэтому, какое метод лечения мы выберем у этого кота? Мы выберем метод лечения кота, удалить булун. И ту часть кости, которая идет к мозгу, тоже максимально почистить. И еще подумать, а не провалимся ли мы в продолговатый мозг, когда будем делать атоскопию, если мы ее будем делать, или операцию. Поэтому немножечко посмотреть. Потому что может быть доступ внутрь головного мозга. То есть это тоже очень понадобится нам эта информация. Вот и все. Поэтому мы, несмотря на то, что мы точно знаем причину болезни, полип, мы будем все равно диагностировать, чтобы увидеть все ткани вокруг. Чтобы увидеть отсутствие или присутствие абсцесса внутри головного мозга. Чтобы спланировать правильное лечение. Вот. Это очень важный момент. А вот французский бульдог со средним атитом. С двух сторон. С одной стороны больше воспаления, с другой меньше может быть. Здесь больше воспаления, здесь меньше. Будем лечить там, где есть симптомы. Вот. Дальше. Определяем, есть ли доступ в барабанную полость. Если доступ в барабанную полость есть, мы будем лечить его отоскопией. Что мы будем делать на отоскопии? Промывать барабанную полость. Что мы будем... Куда мы будем смотреть, когда мы промываем барабанную полость? Правильно. В нос. Потому что из носа должна потечь вода. Физраствор. То есть, почему он туда должен потечь, когда вы делаете отоскопию? Потому что мы лечим ей встахиевую трубу. То есть, мы с вами лечим ей встахиевую трубу. Потому что средний айтит брахицефалов – это болезнь брахицефалических пород, связанная с болезнью встахиевой трубы. Поэтому, когда мы делаем отоскопию, мы смотрим, есть ли стечение износа. Если они есть, значит, мы хорошо промыли. И есть. А если нет, отложим на 2-3 дня и опять будем делать отоскопию. Поэтому вспомним еще раз. То есть, средний айтит – болезнь ей встахиевой трубы. Поэтому. А где у нее один вход и выход, да? То есть, один вход и выход у нее. Или вход или выход. Короче. Булу, а другой где? Я не зря сказал, что у кошки мы начинаем с риноскопии. Потому что мы лечим с вами ей встахиевую трубу. Вообще, лекцию надо назвать болезнь ей встахиевой трубы. Вот. Но я понимаю, что так это нигде не говорится, да? То поэтому и называется диагностика лечения среднего айтита. Хотя по факту надо рассказывать и говорить, что диагностика и лечение болезни ей встахиевой трубы. То есть, мы сейчас рассказываем, я сейчас рассказываю о болезнях ей встахиевой трубы. Мы ее лечим. Попутно вылечивая еще то, что находится вокруг. Потому что она перестала работать. И от этого все прошло. Тартер-аре. Вот. Ну и лечение нужно проводить атоскопическое. Такому пациенту. Вот. Как мы проводим атоскопию? Это очень важный момент. Ну, кому интересно полностью посмотреть, такие у меня есть на канале это. Заходите, смотрите. Но я вам просто расскажу. Значит, мы берем эндоскоп. Любой, который у вас там есть. Промываем наружное ухо. А там какая-то жижа плавает. Ну, туда, видимо, пытались закладывать какие-то мази или что-то там такое. Вот. Поэтому такое маслянистое. Ну, это надо вымыть. Вот. Надо было довольно сложно вымыть. Оно туда не доходит. То есть, очень важный момент, что вот эти все жидкости, которые выпускаются там, да, они не доходят до внутренней части булы. Они вот при атоскопии, мы это очень хорошо видим, это все находится просто снаружи и вот таким образом. Дальше. У большинства этих пациентов зайти в булу не представляется возможным. Никак туда не зайти. То есть, мы котенку в возрасте там 3 месяца можем трубочкой 2,7 мм там 1,9 даже, да, войти в булу и, как правило, или нормальному, ну, там, среднего размера щенку, это можно сделать без проблем. Это можно сделать без проблем вершинскому терьеру весом вот такого. Но, вот такой собаке, вот такого размера это сделать невозможно, потому что нет входа. Поэтому мы используем, а промыть нам надо. Вы спросите, так давайте мы будем, давайте будем удалять. А делать этого не нужно. Почему это делать не нужно? Это делать не нужно, потому что, если мы сможем вылечить этого пациента эндоскопически, возможно, ну, точнее, проконтролировать данное заболевание эндоскопически, возможно, и не наступит тот момент, когда надо будет оперировать. Хирургия по удалению була, это не хирургия по удалению наружного слухового хода. Это совершенно другая операция. Это надо четко понимать и осознавать. Дик Вайт, он в Москве рассказывал про лечение среднего атита, как следствие воспаления наружного атита. И он говорил, что удаляем наружный слуховой уход, а дальше булу даже там не разрушаем, а просто берем и, ну, там кусочек можно откусить, весь эпителий убрать, конечно же, да, ну, и промыть ее просто, и все, булу промыть. Ну, и все, и на этом зашить, и все. Мы у него спросили, а что насчет собак брахицефалических пород, средний атит брахицефалов. Он сказал, о, о, у него лекция была на другую тему, он сказал, это отдайте коллеге, пусть он мучится. Почему это так? Потому что микробы находятся внутри булы, и одинаково, что на вот этой части кости, и на этой тоже. И когда мы удаляем булу, не факт, что мы убираем всех микроорганизмов, находящихся в буле. Поэтому мы берем вот такой катетер, обязательно должен быть ассистент. Вот он, этот катетер, видите, он уже находится в буле. Как я вам говорил, он не пробивал барабанную перепонку, потому что ее там просто не было изначально. А более того, нету дырки, которую бы она закрывала, внутреннего слухового хода, нету как такового. И проходит вот этот маленький, тоненький катетер. Потому что это толстенькая трубка, 2,7-2,4 миллиметра. Она туда не входит из-за своего громадного диаметра для этой собаки. Поэтому мы промываем вот таким способом. Это эндоскопическая трубка, мы с помощью нее смотрим, что мы делаем. Ну, 2,3, 2,4 трубка. И вот такой вот катетер. То есть обязательно это надо, чтобы был ассистент ваш. Ну, можно в одиночку, в одиночку. Очень неудобно промывать, потому что держать эндоскопическую трубку и катетер очень сложно, и это очень заморочно. Поэтому... Какая жидкость поступает? Если из таких вот, например, там, оттенка... Она в нос выходит. Нет, а если она отекла, то рисовать будет? После длительного воспаления. Куда это же придет уходит? Никуда. У этой собаки она точно сейчас выходить никуда не будет. Там есть воспаление, она отекла. Она и раньше не отекла. Поэтому мы сейчас промоем, назначаем антибиотики. И через там нестероидные противовоспалительные, и селепостероидные противовоспалительные. И дня через 3-4 мы промоем еще раз. Тоже опять анестезию делать? Ну, то же самое. Все, сначала. 2-3, 5 раз. Некоторым приходится промывать. Некоторым приходится промывать 3-5 раз. А можно вопрос? Можно немножко не по этой теме? Ты сам, когда сцена заложена, с кузова проходят, некоторые делают якобы блокады. Ну, не... Насколько это эффективно, целесообразно делать? Ну, такого метода лечения вообще не существует. Это метод лечения просто придуманный. Когда-то я был молодой, когда я думал, что ухо есть, это наружное ухо. Вот это я думал, что... Ну, то есть, когда у тебя мировоззрение, и ты думаешь, что ухо как у владельца, то ты лечишь блокадами. А когда у тебя мировоззрение, соответствующее анатомии собаки, то ты понимаешь, что блокады не могут пройти через хрящ. То есть, никакого... То есть, это просто подкожное введение, там, лекарства, аналлокаина или еще чего-то. То есть, никакого отношения к лечению не имеет, так же, как не имеет никакого отношения к лечению никаких болезней позвоночника или спинного мозга. Потому что не проходит ничего, и поэтому, поэтому... Еще один... Да, да, да. Когда мы про аллокады сейчас рассказываем, когда мы о Наташе Уолбе, это самый выдающийся невролог, изучающий болезнь диска, сказали, просили, ну, мы так, для прикола спросили, а что там по поводу блокад в Америке-то у вас? Говорят, ну, да, мы делаем, но это сложно, это надо ЦДУГа, надо точно делать МРТ, надо знать, что именно этот корешок поврежден, и тогда мы под ЦДУГой вводим в тот корешок, который поврежден, там, препараты... Вот это у них называется блокада. Это то же самое, что у людей, да, то есть, если есть поражение одного корешка, там, спирт вводят или электрическим током корешок разрушают, и это блокада. В России блокада введения навокаина под кожу или в мышце. То есть, они даже не понимают, что такое вообще существует, ну, потому что они знают немножечко анатомию лучше, чем изначально, да, то есть, здравомыслящий человек понимает, что как можно ввести, ну, зная анатомию, что оно туда не попадет просто. Вот, то есть, здесь больше шанса то, что снаружи мазь попадет внутрь, чем в обратную сторону. Ну, поэтому, как бы, когда я изучил анатомию, стало понятно, что, блин, ну, что, все, как бы, смысла нет никакого. А когда стал это видеть еще и глазами, сам постоянно, вот таким вот образом, да, то понятно стало вообще, что это не способ лечения. Что вы хотите спросить? Достаточно большой объем жидкости добавляется ли туда, или это просто физраствор? Просто физраствор, просто, да, просто физраствор, литр, два иногда, и три бывает, много, то есть, очень много жидкости проводится. Вот, вообще, это видео есть у меня на канале, это был вообще прямой эфир, я в прямом эфире уши промывал. Назначается ли потом, на период отступации, какой-то обезболивание собакам? Ну, да, нестероидные противоспали... А, это вначале. НПВС или стероиды мы назначаем. Или стероиды... И гормоны. Ну, да, стероиды, нестероиды. Ну, кому стероиды, тому нестероиды нет. Системные или сколько? Системные. Вот. Поэтому, ну, и вот так вот промываешь, ну, 20, 30, 40 минут. Бывает быстрее, бывает медленнее. Потом, ну, когда я промываю, на счастливой, где у нас КТ есть, так я еще пойду, еще в КТ сделаю, посмотрю, насколько я там бы промывал. Вот. Если нет, тогда вот просто... Ну, и смотрю, обязательно течет из носа или нет. Если из носа не течет, значит, через 3-5 дней опять же делаем. Вот. По поводу брахицефалов. После того, как удалили наружный слуховой ход, у некоторых развивается, ухудшаются симптомы брахицефалического синдрома. К сожалению, от этого не уйти никак. Потому что они брахицефалы, и изначально у них он был. А после того, как мы прооперировали, понятно, что лучше не станет, потому что мы ничего с брахицефалическим синдромом не делали. Очень большая проблема, когда пациент с брахицефалическим синдромом уже и так в высокой степени попадает на лечение ушей. Потому что, ну, да, собака храпит, это смешно, кажется, сначала, да, а потом это становится не смешно, когда ты экстубируешь, а дышать она не может. И приходится оперировать сразу. То есть у брахицефалов это очень вероятный вариант. Поэтому, когда мы удаляем наружный слуховой уход и делаем булэктомию, мы очень, может быть, нам такая вероятность может быть, что придется и корректировать брахицефалический синдром. И это очень большая проблема. О ней надо знать, понимать. Владельцам можно сказать или просто не сказать, просто пойти и сделать. Потому что другого варианта нет. исследуем мы глотания вот таким способом на цедуге просто дается, никакой барри не дается, вообще барри у нас даже в клинике нет. Амнипак или потому что иначе попадает в легкое и, в общем, там он остается, и вообще барри нет. И вот такая вот ситуация с пищеводом. Это тоже один из проявлений брахицефалического синдрома на самом деле. Вот те изменения, которые мы видим в пищеводе у этой собаки, но о которых, к сожалению, как-то не очень сильно говорят. Хотя сейчас выступал по этому поводу. У нескольких собак именно это показывал, таких, да? и это один из проявлений брахицефалии. Можете на моем канале посмотреть все, что я вам показываю сейчас. Вот. Значит, операция, которая делается у таких собак, это булэктомия. Смотрите, что здесь с булой. Ее практически нету. Видите? То есть, это нормальная булла, уже промытая, кстати, а ее просто нет физически. Она разрушилась от воспаления. Это очень важный момент. Это брахицефал. Видите, что с булой произошло? Вот она, вся дырявая. Ее микробы сожрали просто. Вот. И вот ее надо удалить. То есть, это был средний отит брахицефалической породы у мопса. Потом попал какой-то микроорганизм. Может быть, там была холестеатома. И, соответственно, уже развилось разрушение барабанной полости. То есть, это операция по булэктомии. Это не удаление наружного слухового хода. К сожалению, владельцы, они думают, что удаление слухового хода и все. Даже врачи иногда такая ситуация бывает, что они записывают просто на удаление слухового хода. Но надо понимать, что цель операции в удалении очага инфекции из головы, которая находится на месте буллы. Вот так это на самом деле называется. То есть, цель операции такая. Сама операция несложная. То есть, мы просто удаляем наружный слуховой ход, а потом удаляем буллу. Удаление самой буллы, оно гораздо проблематичнее и сложнее, чем удаление наружного слухового хода. То есть, удаление наружного слухового ухода это только доступ к буле. То есть, это только доступ к булле. Ну, как удаляется? Удаляется просто постепенно ножницами вдоль слухового хода. Мы идем, идем, идем и удаляем. Все видео можете посмотреть на канале. У меня много таких операций на самом деле. Постепенно есть мастер-класс с Владимиром Владимировичем мы проводим его буквально неделю назад мы его проводили тоже. Можно приехать просто научиться, как это делается. На трупах, да? Можно посмотреть видео и пойти сделать. Какие основные главные нюансы? Значит, не перережьте нерв. То есть, непосредственно сам лицевой нерв, он идет как бы из-за булы вдоль слухового хода и может быть поврежден. То есть, вот это главное не сделать. Тогда глаз не будет моргать. Значит, если глаз не моргает и вы знаете, что не перерезали этот нерв, просто говорим владельцу, что понятно, вы его оттесняете, этот нерв, ну, раз вы его оттесняете, вы его все равно немножечко повреждаете. Ну, как? Ну, он отекает, он перестает работать, но вы его не отрезали, поэтому говорите, что функция восстановится. Если вы удаляете опухоль, да, то и удаляете лицевой нерв, то, ну, тогда вы знаете, что вы удалили лицевой нерв, а раз вы его удалили, то функция его и не восстановится, потому что он был внутри опухоли или он и был опухолем. Ну, чаще всего он находится внутри опухоли, ну, тогда он не это самое, не восстановится. Вот этот переход, то есть, идет вентральная часть вертикальная, то есть, проданная часть слухового хода, то есть, вы доходите, дальше начинаете искать этот нерв. То есть, там, увидите такой переход. Ну, когда увидели переход, значит, уже вы близки к вот. Это операция, которую делают два человека лучше, если ваш ассистент вам помогает, а не мешает. Вообще, ассистенты делятся на тех, кто помогает, и те, кто мешает, и те, кто нейтральный. Вот. Поэтому, если вы делаете в четыре руки, то результат будет быстрее и лучше. Это важно. Ну, и, соответственно, доходите. Вот. Дальше. Ну, просто удаляется слуховой ход. Дальше мы берем эндоскоп и с его помощью осматриваем содержимое внутри булла. То есть, это очень важный момент, потому что, если вы не смотрите, не поймете, сколько там, чего в ней осталось, то просто, просто будет рецидив. Рецидив лечить несоизмеримо сложно. Почему я вам говорю, что это буллэктомия, а не, чтобы разделили в своем сознании эти две операции. Потому что, если вы удалите слуховой ход и не удалите буллу, будет рецидив. И вот с рецидивом справиться вам будет очень-очень сложно. Почему вам будет очень-очень сложно справиться с рецидивом? Потому что вам на доступ к булле не будет ориентира. То есть, где это булла в голове, вы даже понять не сможете. Потому что у вас нет наружного слухового хода, вы его уже удалили. Появляются свищи. По этим свищам надо проходить эндоскопом, находить точку воспаления. То есть, удалить буллу потом несоизмеримо сложнее, чем удалить буллу сразу с слуховым ходом, когда у вас есть нормальный доступ. Потому что, да потому что просто ориентиров нет банально. То есть, так вы знаете, что лицевой нерв находится на наружной части слухового хода, идет он как бы с задней части слухового хода и вперед. Как только перешли вот эту границу вертикального в горизонтальный, вы уже начинаете прямо активно искать лицевой нерв и не удаляете его. А как вы найдете его, когда нет слухового хода? Да просто по наитию. Никак. Потому что нету ориентиров никаких. Это очень важный момент. Соответственно, эндоскопически смотрим, что там есть. Дальше. Берем бормашину, если она у вас есть, если нет, можно лазер, можно бормашину, и максимально удаляем все содержимое из булы. Вот. Просто все содержимое из булы, из кости надо удалить. Может быть кровотечение, потому что там есть ветвь небольшая артерии. Вот. ничего страшного не произойдет, просто будет кровотечение и неудобно работать. А где здесь этот отвинутый нерв? Я его не вижу. Да, здесь его не видно. А? Где он? А, на этом видео не видно. Отдельно надо показать. Цель-то была не в этом. Пока я покажу это в виде не с целью лицевого нерва. Надо другой. Другой виде показать. А сколько времени идет у вас показать? Ну, бывает час, бывает больше. Точно вы можете просто на канал зайти посмотреть. Вот, например, французского бульдога я удалял около минут 40 я только доступ делал, потому что у него до этого два врача пытались его полечить. Вот. Удалили сухой охот, а потом то есть доступ только 40 минут. с помощью изигон использовать. есть нюансы. Дальше мы не зашиваем, оставляем вот так, оставляем. Вот. Что было дальше с этим опсом? У него был бортисцепалический синдром, и он естественно осложнился. Ну, то есть он был и никуда не делся. Ему пришлось удалять еще и небо. Ну, если интересно, можете на моем канале полностью это видео посмотреть. Сейчас я уже не буду его все показывать. Здесь проблема в том, что коллапс гертания. С этой проблемой ничего не сделать. Поэтому все, что можно с ним делать, это диагностика эндоскопическая у этого мопса. А, кстати, был он из Уфы, по-моему, приезжал. Вот. И мы укоротили у него просто небо. Ну, как это делается? Ну, вот так вот. Сейчас. Просто захватываем и укорачиваем. Ну, у этого мопса это, кстати, прокатило. слава богу, все хорошо, проблем с ним сейчас нету. Через какое время коллапс гертани у него даст о себе знать, неизвестно, но надеюсь, он проживет. Поэтому вот такой вот пациент. А, выраженность синдрома была очень большая. Он задыхался, здесь звука не будет, наверное, слышно, но именно начало о том, что можно сделать, оно, конечно же, с использованием С-дуги, это вот С-дуга. Вот. И вот так это все выглядит. Просто удаляем. Ну, ладно, сейчас я на нас не по это, не по этому лекция. То есть вот такой вот пациент. Дышать не могу, есть не могу. Это операция, да? Да, операция. Ну, это диагностика с помощью С-дуги. Вот. Дальше антибиотики назначаем. Дальше французский бульдог, видите, это как раз французский бульдог, у которого, на котором я понял, что такое синдром брасицефалический. В 2013 году сломал у него, а его буллу свой инструмент. Ну, удалял слуховые проходы, было все нормально. А в 2013 году у меня попался французский бульдог, я начал ударить слуховый проход и очищать буллу, пытаясь в буллу инструменты вести, а не могу. Потом начал узнавать там у одного ведущего дерматолога этой стороны, она сказала, что мы не умеем делать эндоскопию, такого не может быть. а в 2014 году Владимир Владимирович съездил на конгресс и привез как раз данные о том, как эта болезнь называется. То есть, вот с 2014 года мы эту болезнь называем средний отец собак брасицефалических пород. Вот. Поэтому вот такой интересный пациент. И у него мы следующее ухо оперировали только через полтора года. Хотя у него воздухом он был заполнен, не заполнен уже на тот момент. Вот. Обратите внимание, какой слуховой ход у внутренней. У Йорка 5 мм, а у этой собаки вообще здесь 1,3 мм. Вот. Видите, вот здесь должен быть внутренний слуховой ход, а вот здесь непосредственно близости находится височно-низмечелюстной сустав. Он просто в нескольких миллиметрах. И поэтому собаки как симптом могут не есть. Вот. А вот эта дырочка у Йорка. То есть это карлик, у него виден слуховой ход, а здесь его просто нет. Вот в чем различие брасисцефалического синдрома. Значит, какие нужны инструменты? Есть несколько вариантов. я знаю, кто, что некоторые удаляют с помощью артрашейвера, я удаляю с помощью лазера или с помощью различных машин. Ну, это скулаповская, у нас сейчас есть и другие тоже. Да, то есть, ну, какая-то мощная, быстро вращающаяся механическая фреза нужна. В принципе, вот от артрашейвера тоже можно использовать. либо просто вот от лазера. Лазером. Почему можно использовать лазер? Потому что дырка внутри полости практически может не быть. Это собака уже с средним атидом брасицефалических пород. То есть, как я вам показывал, здесь нету как таковой полости. То есть, толщина этого световода лазера миллиметр. естественно, ни о каком лечении с помощью там без эндоскопии увидеть это тоже нереально. То есть, это полость с воспалением, ширина которой там 2-3 миллиметра. То есть, вот все, что внутри черное, это ткань, в которой есть микроорганизмы, фиброзная ткань, очень плотная и мы ее оттуда должны убрать. Максимально, насколько это возможно. Можно это делать механическими фрезами под контролем эндоскопии, можно с помощью лазера и вот так это выглядит. То есть, вся полость в буле она вот такая маленькая. Вот отсюда вот до сюда. То есть, вот всего лишь навсего такая. Наружная кость она очень толстая. Вот там дальше она будет. И не увидеть это вот так просто сверху, снаружи, просто практически нереально. Ничего не видно. То есть, ничего вы там не увидите. Почему собственно говоря и рецидивы бывают? Потому что оперировать без эндоскопии. то есть, а без эндоскопии увидеть этого невозможно. Потому что это миллиметр. Там и света нет, и увеличение нужно. И находится это в 10 сантиметрах внутри ткани снаружи головы. То есть, вообще невозможно по-другому. вот. Поэтому вот это все надо удалять максимально. То есть, просто удаление слухового прохода будет недостаточно. Вот это кость булы, а вот эта полость внутри булы, это миллиметровый где-то чуть может быть больше световод лазера, и мы оттуда удаляем это гольми его лазер. Мы оттуда удаляем эти все ткани. Можно бормашины с длинным наконечником, можно с использованием системы easy-go. То же самое можно делать. Вот. Вот так это все делается. Как я к этому пришел? Я к этому пришел переоперируя пациентов. То есть удаляли слуховый ход. У нас был французский бульдог, которого мы год пытались вылечить. Год. Сделали огромное количество операций безрезультатно, пока они взяли в руки эндоскопа и не попытались убрать максимально всю вот эту мертвую ткань, грубо говоря, воспаленную ткань. И тогда сейчас практически нет рецидивов. Вообще несколько лет уже нет рецидивов. Почему нет? именно потому что делается с помощью эндоскопии удаляется все, что воспалено. То есть потому что мы с операцией по удалению наружного слухового прохода перешли к другой операции булэктомии. И целью стало удаление очага инфекции. Вот так вот. Поэтому доступ естественно такой. Значит это не единственная операция, при которой надо удалять буллу. То есть есть еще такая штука холестеатома называется. Она тоже очень часто бывает и она кстати иногда приводит вот к такому разрушению этой буллы. Это другая ткань. Как мы ставим диагноз? По МРТ и по эндоскопии. Это внутри буллы вырастает как эпителий. Вот такой. Вот такая ткань. То есть это не столько воспаление, сколько в этой ситуации тоже похожей болезни есть у людей и лечится это тоже булоктомия. То есть при эндоскопии видно, что там внутри буллы есть какая-то ткань, можно ее взять на гистологию, после того, как вы взяли ее на гистологию, отправляем на гистологию и нам приходит вот такой гистологический диагноз. Какая будет операция? Тоже буллэктомия. если вы удалите слуховой проход, то ситуация ухудшится просто в разы. Почему она ухудшится в разы? Потому что так хотя бы что-то истекает оттуда, через наружный слуховой уход. Про эстахию трубу я вообще не говорю, потому что там даже нет места, где она могла существовать, потому что все заросло тканью. Но она не работает, потому что просто заросла. но это не средний айтит бронхицефалов, это не гиперсекреторный средний айтит, это холестеатома. И лечение будет, удаление буллэк у этих пациентов. Поэтому почему я говорил изначально, что не важно, что булла заполнена, важно, чем она заполнена. там это эшетский терьер по-моему был, да? У него могла быть гиперсекреторный средний айтит и промывание уха просто две минуты, а может быть другая болезнь, тоже заполненная булла. Но там большая такая плотная твердая ткань, и эту ткань надо убрать с буллой, всю, целиком, причем с той стороны, которая к мозгу тоже надо убрать. Все надо убрать. Если вы этого не сделаете, будет рецидив. И придется мало того, что искать очаг, не имея уже наружного слухового хода, а еще его и удалять. Поэтому это будет совершенно другая хирургия. Несоизмеримо более сложная. Вот такая ткань. Она видна на МРТ, она сильно не копит контраст, то есть немножечко накапливает. и она выглядит как мышечная ткань или эпителиальная ткань. То есть приблизительно вот такая. То есть не светится во флеере. То есть по определенным МР программам можно понять, что это за ткань. Что там происходит. Потому что отображение на МРТ будет разное при разных процессах внутри булы. Это очень важный момент. вот удаляем вот еще раз напомню про нервы. Всегда помню все на нервах, все на нервах. Вот так выглядит удаление наружного слухового хода. Это подготовительный этап. Вот когда лицевой нерв побеждается, есть данные о том, что можно использовать глюкортикостероиды при за счет того, что вы нерв меньше трогали. Если вы не сделаете то, что я сказал, то есть если вы не удалите полностью булу, вот это собака гагарина, его кличка была, есть, вот, это рыжий французский бульдог, то есть у него на МРТ просто сгнила полбашь головы, половина головы сгнила, потому что у него сначала удалили слуховой проход, но не булэктомию сделали, второй раз попытались сделать то же самое, но до булы не дошли, поэтому я еще лишний раз повторю, что это другая хирургия, это булэктомия, это не удаление наружного слухового хода, у этой собаки его вообще нету, потому что его уже удалили, да, полностью есть на моем канале, вся операция, там 40 минут в прямом эфире была, скорее всего по расположению этих самых было в прямом эфире, да, вот, то есть нет слухового хода, а воспаление есть, и собака пришла уже совсем не живая, то есть я, честно говоря, даже думал, что он не доживет до конца или до середины операции, вот, потом мы его лечили, еще, наверное, от бахицеполический синдром ему пришлось корректировать, ну, наверное, месяцев 8, наверное, вот, поэтому очень важно не удаление наружного слухового хода, это только доступ, вот, это только доступ к, вот, понятно, что здесь никаких слуховых ходов нету, где там лицевой нерв, ну, это, наверное, сверху там где-то сложно найти, это все воспаленная, гноящаяся ткань, и вот помнится, что это, что я около 40 минут, по-моему, только доступ делал, вот, поэтому, чтобы найти этот вход в эту булу, которую не удалили, поэтому сориентируйтесь перед хирургией, что этому пациенту надо делать, ему надо булоктомию делать, или ему надо делать булоктомию, или ему надо делать удаление слухового хода, булоктомию, еще и в мозг надо, из головного мозга абсцесс убрать, то есть, это будут все разные операции, вот, ну, это операция, по-моему, часа полтора была в результате, я говорю, наверное, больше, месяцев 7 или 8 мы его в результате лечили, вот, то есть, естественно, это все эндоскопия, без эндоскопии там делать вообще нечего, потому что зайти внутрь этого отверстия и все очистить просто невозможно никакими другими способами, вот там, вот эта плотная ткань, она отсасывателем сейчас удаляется, вот так она выглядит, ее полностью все надо убрать, все оттуда удалить, вон мы ее берем, удаляем, вот, и вот так это все делается, когда будет такой пациент придет, просто пересмотрите всю операцию, внимательно, полтора часа потратите и сделайте так уже, вот, а лучше, а лучше не удаляйте просто слуховой ход, потому что это очень важно, но, потому что потом там вот это все остается, ну, не, ну, просто это проблема же, понимаете, этого пациента проблема в том, что фактически не ту операцию мы сделали изначально, но вместо того, чтобы сделать булэктомию, сделали удаление слухового хода, это разные операции, поэтому, и здесь уже все равно пришлось делать булэктомию только уже на сгнившей голове, да еще и бархицефала, да еще и без какого-то ориентира, где у него там вообще это булэктомия, а как он контролирует ну, как бы, личное повреждение, удаление питомщик рецепис в телу, или так, на ощупь? Как я это делаю? Да просто вот смотрю и делаю точно так же, то есть это же я смотрю во время операции, вот моя рука, да, соответственно, я смотрю, вот то, что я вижу на операции, вот, и ориентируюсь по этой эндоскопии, то есть это та эндоскопия, по которой я ориентируюсь, то есть снаружи я ничего не вижу, то есть, ну, я смотрю приблизительно, куда я ввожу сначала связу, но мой ориентир во время хирургии это вот эта эндоскопия, вот именно это, то есть я именно по этой эндоскопии ориентировался сколько мне пилить вот и все ты смотришь эндоскопию на монитор и одна рука на боре другую либо ассистент держит лучше да соответственно либо сам бывает держишь и все то есть вот так и ориентируюсь они это не для профилактически они не надо делать я об этом и говорю то есть вот другое ухо у него не оперировали с одной стороны у него сгнила половина половина головы а другой вообще ничего не делали потому что у него в одном ухе гнойная микрофлора поселилась а в другом ничего вообще ничего то есть вообще не лечили то есть одно ухо так а другое вообще ничего у этого мы чуть-чуть зашили потому что очень большая была дырка обычно я не зашиваю то есть я обязательно оставляю отверстия вообще ничего не зашиваю вообще то есть у слуховой проход ну и у этого я не удалял потому что он удален был задолго до меня а после удаления слухового прохода вообще не зашиваю ни у кожи от него собак потому что мне кажется нелогично сделать доступ обеспечить отток потом отток ограничить и опять его обеспечить дренажом то есть у меня собака я сделал ему хорошую дырку хороший отток потом закрыл эту дырку но понимаю что я это сделал по не понимаю зачем и что из той дырки которую я зашил течь ничего не будет и ставлю туда дренаж чтобы обеспечить опять отток вот в этой в этом никакой нет логики то есть я вот сделал отток хороший зачем я буду его закрывать а потом опять его делать с помощью дренажа то есть вот это вообще не логичная ситуация зачем мой мозг не понимает но я каждое действие стараюсь анализировать зачем я его делаю то есть я прооперировал собаку дошел до гнойного очага сделал доступ обеспечил отток потом закрыл его и понимаю что я какую-то хренью сделал и это да тогда еще дренаж пихнул чтобы опять этот отток увеличить ну это же маразм но мой мозг говорит что вообще с ума сошел что ли ты какой-то странный вот поэтому я так не делаю вот дальше у кошек если вы видите что я вам просто покажу потом сейчас покажу кота которому я также точно сделал и дерматологи посмотрели на его ухо где чудо идите к владимиру валерьевичу они не поняли что я удалил слуховой уход у него наши некоторые дерматологи вот смотрите вот здесь этот пациент не пойдет на эндоскопию почему потому что у него эта кость толстенная и вы не сможете эндоскопом если он конечно у вас там 10 трубок на запасе там по 200 300 тысяч каждая шторцевская а нам 300 тысяч бух разбил ну и ладно сейчас еще у меня там еще одна есть миллион операция себестоимостью будет то есть бессмысленная вещь и еще не факт что разобьешь кость может быть такая толстая что не пройдете вы в бул вот у кошек делается другая операция бул эктомия то есть мы был там я пардон то есть но если это просто воспаление и полипы если там вариант то что булы вот здесь одна с другой срослись такое тоже бывает у кошек а тогда конечно будет амебу вот вот такие трубки 1 и 9 1224 я использую вот такие вот мрт этих кошек обязательно полип должен быть удален из уха и из носа если он там есть у кошек естественного спаление надо лечить двух двух местах а значит как можно лечить можно лечить эндоскопические то есть полипы можно удалять эндоскопические то есть если вы можете удалить эндоскопические удаляйте эндоскопические если там какие-то небольшие полипы остались то принципе совсем маленькие микроскопические то они просто назначаются там антибиотик назначаются противооспалительные препараты они уходят и разрушаются поэтому что там первичное воспаление либо полипы либо полипы они уже вторичные большой вопрос на самом деле может быть полипы какого-то другого воспаления появляются вот поэтому то есть было какое-то воспаление появились полипы но тогда почему это есть у трех двухмесячных котят тоже вопрос поэтому по поводу полипов откуда у кошки они берутся вот четкого понимания вообще нет но мы точно знаем что они могут уменьшаться а вот при атоскопии мы видим этот полип и можем его просто удалить то есть если есть кошка со средним отитом вызваны полипами то в принципе способом лечения может быть просто эндоскопия то есть мы делали атоскопию нашли этот полип и его оттуда добыть добываем для этого можно будет использоваться разные инструменты вот можно да можно болтами сделать вентральная болтами 10 минут на операция а можно ничего не разрезая то есть вот мы вот это вот так выглядит на эндоскопии эти полипы вот я здесь их отмыл и вот так они выглядят то есть их можно удалить можно открыто но я в открытой хирургии все равно используя эндоскоп потому что а даже делая болтамию просто болтами всего используя эндоскоп потому что это внутри булы и ты все равно там ничего не видишь без эндоскопа поэтому зачем я буду делать двойную работу да еще и повреждения дополнительная кожи там только кожа побеждается в принципе да у кошки до булы дайте вообще не проблема просто легко и вообще просто легко и отлично можно дойти кожу разрезаешь но если этого можно не делать я этого не делаю зачем я это буду делать поэтому вот инструмент параллельный эндоскопу мы входим в эту буллу и достаю оттуда эти полипы то есть вот таким это образом можно сделать то есть это одни из самых таких частых манипуляций проводимых эндоскопии на эндоскопии врачами эндоскопия или неврологами в зависимости от того какой кому пациент пришел да никто этим занимается сейчас неврологов умеющих делать эндоскопию сами делают часть отправляет к врачам эндоскопической диагностики и вот вот собственно вот такая вот то есть каких-то тут задача простая зайти в ухо в среднее убрать полип все под контролем эндоскопа то есть задача простая вот так вот он выглядит и все вот так удаляется дальше промывается очищается смотрится что там в ухе что там барабанной полости надо убрать максимально все ткани чтобы допустим вот чтобы кость была чтобы не было кровотечения вот и все то есть просто дом до кости до костей и все то есть промывается литр-два жидкости может уйти вот ну это собаку его с вестибулярными нарушениями показывал у нее другая операция конечно же у него была вот такая фибросаркома и вот я удалил ей эту фибросаркому когда она почему-то и сразу не стали удалять и пришлось зачем-то выращивали эту опухоль и я удалил ее вот от долговатого мозга и мозжечка уже когда она стала вот такая это вот после удаления все вот эти по хинсу и запу они практически сейчас не используются техники их можно использовать я использовал последний раз пару лет назад когда они до удаляли слуховой ход удалили только его вертикальную часть до горизонтальной горизонтальную оставили там было нет конечно гнойное воспаление я просто расшил вот все но это было даже не может быть не ну похоже операция вот с четырнадцатого года мы используем вот такой способ лечения у него предложили лепсовском университете и мы его используем собственно говоря о нем я вам сейчас не рассказываю а значит если мы подозреваем поражение среднего уха мы делаем мртм вот потом мы делаем отоскопию мы делаем риноскопию потому что начинаем эндоскопию с риноскопии эндоскопию а потом отоскопию потому что надо посмотреть и встахиевую трубу надо мы ее лечим это болезнь и встахиевые трубы в первую очередь дальше а если мы не знаем есть ли там барабанная перепонка или нет мы стараемся ее сначала не разрушать потому что нужно взять оттуда посев вот можно через эндоскоп работать можно параллельно как я вам показал полипы удаляем вот вот почему надо обязательно при среднем оттуда это французский бульдог у него эти пока какое новообразование в носовых ада вот такое огромное и средний айтик естественно здесь мы делали ринотомию удалили это новообразование сначала а потом уже лечили ему средний айтик вот дальше то есть собак тоже так надо делать не только у кошек ну кусок вообще надо делать потому что кошки это не полипы чаще всего и поэтому вообще без вариантов а у собак причина тоже воспаление истахиевой трубе и в общем то же самое надо делать дальше тимпанатомия мы делаем если там есть барабанная полость или барабанная перепонка это используется при среднем отеке гиперсекреторном а если это брахицефалическая болезнь да то тогда естественно естественно будет другие вот на этом на этом этапе мы скорее всего пойдем по другому пути и брахицефалов дальше если речь идет о полипах то мы их удаляем щипцами лазером или как пойдет и чем у вас есть возможность это сделать дальше синдром хорнера у наших иностранных коллег вот до 80 процентов пациентов бывает после этого он отправила у всех проходит редко когда не проходит вот если полипы в лоховой трубе растут и в нас а в носовых носоглотки то мы их тоже у должны удалить сто процентов иначе бессмысленная была затея потому что мы лечим и стахиевую трубу вот есть ситуации когда доходят до головного мозга вот у этой кошки был как раз такой случай это кошка вот он сидел на стуле и упал со стула он попал к неврологу сотников села владимирович сын мой да и естественно он понятно что раскраска сидел коты на стуле и упал вот сидеть на стуле и упасть не должен понятно что у него болит мозг это очевидно и он отправил его на мрт вот это кот после операции симптомы кот сидел на столе на стуле и упал стал и пошел все никаких других симптомов вот я удалил ему через слуховой вход и ничего не зашил конечно же вот вот такая вот бирка она идет в мозг чтобы вам было понятно в головной конечно вот это самая большая проблема а то есть врачи думают что владельцы будут ненормально на это реагировать поэтому зашивают доступ то есть они я разрезал обеспечил хороший доступ хорошие от но от хороший отток и вообще супер а потом его аж очень наделал что владельцы это будут думать а давайте-ка я зашью но владельцы владельцы они же не знают что они могут это подумать потому что они же владельцы и они воспринимают это как нормальное потому что у них этой проблемы я же разрезал это же большой разрез что же подумают владельцы они владельцы так подумать не могут потому что они владельцы и они не знают какой может быть теоретически вообще какая может быть вообще дырка поэтому они этого подумать не могут поэтому я это понял и поэтому перестал зашивать раньше зашивал и дарина штайл в какой-то момент я свои действия просто ну подумал что за фигня такая вот этот код через год а что-то у меня там уши за за чесались или на голове чур за чесалось пошел к дерматологу дерматолог посмотрел на ухо сказал короче идите вон туда вот вот да такой код сравним правое и левое ухо сейчас там было в левом вот зарастает вообще не видно вообще то есть даже врач не всегда понимает что там такая была проблема то есть врач не 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 стал читать там историю болезни посмотрел понял что что-то ничего не понял а я ладно идите кого не речь опять что он там сделал непонятно вот такой вот код поэтому не видно что там был удален сухой ход вот а что у этого кота было напомню симптомы кот сидел на стуле и упал встал и пошел все ничего больше вообще вот какой абсцесс в головном мозге у него был практически да 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 могли вот левый вот левая полушария то есть практически вместо левого полушария у него абсцесс поэтому при вот а и кстати у него среди отит и другой стороны тоже есть то есть с правой стороны тоже отит а поэтому такое может быть и дырка это огромная дырка она идет из среднего уха то есть каменистая часть кости каменистая кость сочная часть каменистой кости короче расплавилась образовался вот такой огромнейший абсцесс и и все вот это вот да это вот после после того как мы прооперировали вот другое ухо мы не оперировали и принципе вот видите это с контрастом да то есть вот конечно мозг у него такого длительного сдавливания атрофировался в этой зоне но как бы клинически это никак не проявляется то есть да у него есть левого полушария атрофирована из-за того что было длительно сдавлено но под расправилась то здесь его практически вообще нету здесь она вот какая-то часть его есть который то жить не мешает и вот и все поэтому вот в этом месте часто бывают тоже абсцессы вот здесь под продолговатым мозгом почему-то чаще почему-то чаще не знаешь почему операцию можете на моем канале посмотреть на одном и на втором вот поэтому такой доступ тоже может быть и у собак соответственно если у вас собака то похожая хирургия может быть и у них тоже для этого есть специальный доступ а мы специально его разработали уже в несколько раз докладывали и принципе есть операции и на канале мне есть операции и мастер-класс есть как как это как это доступ осуществлять то есть можно удалять опухоли и абсцессы из продолговатого мозга вот это как раз к симптомам у собаки видите опухоль в голове в лобной доли а симптомы не было были боли в шее стакса пришла вот то есть поэтому никогда по симптомов не определяйте болезнь значит если есть центральной части продолговатого мозга абсцесс или есть опухоль мы можем туда тоже добираться естественно мы это делаем с помощью вот эта опухоль да а это мы делаем с помощью мрт либо с помощью кт то есть вот и в этой зоне получается у нас опухоль и доступ у нас вот этой части головного мозга у собаки и или у кошки это можно делать при абсцессах вот эта часть видна когда мы делаем отоскопию то есть если вы вдруг увидели сердце бьющиеся на дне вашей барабанной полости помните что этот продолговатый мозг бьется вот это очень важный момент это очень важный момент потому что не надо в него тыкать пальцами или эндоскопом а всегда когда вы делаете эндоскопию животным у которых столь сильное воспаление мягких тканей вокруг булы помните что это может быть потому что расправление кости может быть как в сторону мозга так и в обратную сторону то есть если вы видите булла расплавилась сяда если она расплавилась наружу вот такого огромного размера там да то то же самое может быть и внутри мозга это тоже надо помнить это тоже может быть это очень важный момент вот поэтому будет доступ к этой части вот опухоли вот такой доступ по кт вот так вот он выглядит никакой конечно же не эндоскопии быть не может то есть это всегда эндоскопия то есть это всегда эндоскопическая хирургия а значит продолговатый мозг вы увидите обязательно эндоскопом отделять надо если это опухоль либо абсцесс тоже аккуратненько потому что ну иначе вы просто продолговатый мозг разрушите вот можно использовать систему такая сизиго а и можно использовать просто эндоскоп и руки своего ассистента лучше использовать все-таки механическую руку которая будет использовать какой-то чтобы если есть будет возможность вот так выглядит эта опухоль так мы удаляем так мы это видим на операции то есть я во время операции у меня во время операции вижу вот это то есть вот именно это я и вижу то есть ориентируюсь только вот на то что вы видите вы то есть но это была опухоль у него был вестибулярные синдромы ему лечили уши конечно же если у собаки вестибулярный синдром и он конечно же спаниелем естественно надо лечить уши а то что у него причина вестибулярного синдрома фиброма фибросаркома в этом вы продолговатом мозге то вот и владелица была уверена что у него там отит конечно же что надо пойти сделать мрт когда мы нашли его опухоль поэтому у него кстати вестибулярный синдром не прошел а после того кому удалили опухоль но по крайней мере он остался жив поэтому это же очень важный момент а значит до каких момент до какого до какой поры мы это делать должны до того момента пока мы не увидим нормальный продолговатый мозг и может быть значит любое кровотечение мы останавливаем с помощью биполяра а внутри головного мозга или на поверхности головного мозга и оперируем до момента пока не появится продолговатый мозг то есть это всегда эндоскоп это всегда отсасыватель ну и вот биполяр то есть кровотечение останавливается вот так биполяром да обычно лазером я пробовал не не все кровотечения головного мозга вот так выглядит продолговатый мозг а значит вся хирургия и том числе и медицинская в общем по большей части основана на вот так выглядит этот мозг на в биполяре очень биполяром восстановлены и внутри мозга и вообще ну когда я другими доступными удаляем тоже там не важно что удаляем там гематомы опухоли чем течет мозговая травма там ну все все это биполяр обычный биполяр ну просто щипцы разные побольше поменьше и вот так вот выглядит продолговатый мозг то есть когда мы его увидели значит мы будто опухоль или abscess ну все он так вот и оставляем это вот собака так несколько месяцев после ну и стимулярные решению не остались но как бы но в принципе ну и ладно принципе это жить и никак не мешает у этой собаки как они я уже показывал были вот этого кота я уже показывал только что до соответственно доступ у кошек если не удаление слухового хода это вентральная булотомия мы пальцем нащупываем где находится булла и наступаемся к ней но у кошек на самом деле булотомия это простая операция одна из самых простых вообще на булле которая только возможно потому что булла у них находится практически практически под кожей поэтому вот делается разрез пальцем мы нащупываем ветвь нижней челюсти дальше пальцем просто нащупываем буллу и над ней делаем разрез кожи ну и все то есть вот в общем то и все потом берем эндоскоп и там уже с помощью эндоскопа промываем дырку делаем в булле помощью бормашины вот ну то есть у кошек ничего интересного нет у собак у собак все гораздо сложнее так просто это все не сделать нужен совершенно другой доступ вот еще это доступ я вам расскажу значит можно использовать вот такую систему это стартовская специально эндоскопическая система значит по ориентируемся по ветви нижней челюсти вот по этой точке да то есть напротив нее находится булла на это вот очень важный момент потому что у собаки особенно у французского бульдолы не прощупать буллу вообще поэтому вот ориентир будет нижняя челюсть доступ будет осуществляться вот таким вот способом то есть вот так мы идем к буле а так мы будем делать булл эктомию и точно так же мы будем делать доступ к продолговатому мозгу просто пройдя сквозь буллу и вот продолговатый мозг будет здесь поэтому вот такой вот доступ то есть это стандартная булл болтомия у собаки которая продолжается дальше доступом к головному мозгу вот эта собака после операции и вот так вот удалена это булла при этом наружный слуховой ход может быть вообще не затронут то есть мы можем просто отрезать наружный слуховой ход и его оставить потому что он не имел вообще никаких проблем то есть мы просто удаляем буллу и удаляем участь булла который примыкает к наружному слуховому ходу и все дальше слуховой ход наружный зажив зарастает это можно один шовчик наложить чтобы это произошло быстрее а и все и доступ вот получается вот такой вот значит это ветвь нижней челюсти мы ориентируемся по ней разрез кожи подсоединяем подкожную клетчатку дальше здесь может быть проблема связана как раз вот с подъязычным нервом то есть не перерезаем подмел начал с того что нельзя перерезать никакие нервы в районе головы да вы можете не точно знать как он называется куда он идет на себе этим нерв просто его не перерезайте вот дальше вдоль двухбрюшной мышцы проходим как ниже из того что здесь не надо перерезать это еще ветвь сонной артерии то есть она тоже здесь идет а в принципе вы ее увидите значит если вы ее перережете ничего страшного не произойдет вот более того если вы хотите чтобы у вас не было кровотечения в день вы да там в носа носу когда мы делаем ринотомию ринотомию даже а когда мы удаляем опухоли а из носовых ходов мы просто перевязываем сонную артерию с этой стороны и у нас нет никакого кровотечения поэтому никакой проблемы с если вы часть сонной артерии перевяжите вообще нет ничего не происходит с этой стороны получается двухбрюшная мышца и я здесь уже вот в этом месте була как я уже говорил спереди у краниальные от нее находится отверстие и через него выходят нервы да вот он иннервирующий а язык да то есть вот и вот из этой части и вы ее прям видите то есть вот так это видно на во время операции то есть тоже их не удаляем вот вот так это выглядит на рисунке и вот это же самый нерв а а из них несколько выходящих да и мы их не перерезаем то есть просто отодвигаем и осуществляем доступ дальше вот именно вот это отверстие а булла оказывается вот выше проходим сквозь буллу и доходим до продолговатого можно это вот продолговатый мозг на продолговатом мозге во первых вы видите что он пульсирует и здесь вдоль него из опасных вещей вот в этом месте идет очень нужная и очень важная артерия базилярная вот она и она вот очень хорошо видно даже вот здесь вот этот трупный материал и на нем тоже видно и вот эта артерия она вот так вот видно это вот окошечко которое мы видим при хирургии то есть это доступ к этой части то есть мы это доступ осуществляем и для удаления абсцессов из области продолговатого мозга и для удаления опухолей из области продолговатого мозга то есть вот таким вот образом ничего важного кроме вот этой артерии здесь нет еще очень важный момент кроме этого не присасывайте отсасывателем продолговатый мозг иначе он отекает это очень важно почему важно потому что ваши врачи арит будет вас проклинать когда собака будет там несколько дней она и так будет может оказаться на и вы или течение нескольких дней может быть даже неделю а потому что мозг после удаления абсцесса или или опухоли он отекает все равно в любом случае но чем меньше вы будете его при скину присасывать отсасыватель тем меньше это будет поэтому сильно его не тормошите продолговатый мозг он все равно отечет но отек уйдет если вы будете минимально его травмировать во время хирургии поэтому аккуратно отделяем опухоль аккуратно отделяем абсцесс не допускаем большого отека продолговатого мозга и тогда ваши врачи арит будут вас любить и в общем то все будет хорошо вот поэтому на этом я принципе хотел закончить если у вас есть какие-то вопросы она могу на них ответить если нет приезжайте в санкт-петербург посмотрите эти операции купите себе томограф и все будет у вас хорошо но я купил 6 поэтому поэтому это не ничего сложного в этом нет если задаться целью а как его купить не имея денег я могу вам рассказать если вы ко мне лично подойдете вам с удовольствием расскажу как сделать это так чтобы не надо было чтобы вам это стоило ничего или очень мало только вашего времени и было определенного вашего дуба труда вот да ну вообще операция стоит на среднем по ударению опухоли все они одинаково стоят 50 60 тысяч мрт отдельно мрт это в мрт центре то само поеда что если им приходится приезжать из других городов то плюс гостиницы и плюс еще самолеты и всякая там поезда иначе зачем не да поэтому конечно же лучше делать на местах на сегодняшний день опухоли головного мозга удаляют ну не не в одном городе да то есть и в самаре и в казани про новосибирске вообще уже не говорю то что все что надо все делают вот потому что же не один томограф уже давно и к т мрт и все все есть новосибирске в москве наверно ситуация похуже чем в новосибирске вот наверное вот реально то есть наверное потому что с москвичами это просто какая-то проблема очень сложно объяснить что у вашей собаки опухоль головного мозга и собака точно умрет если не не полечить вот почему-то вот эта проблема у москвичей она почему-то наиболее ярко выражена по крайней мере в моей практике то есть вот как у стива джобса до который лучшие американские врачи сказали что если ты не прооперируешься то умрешь от опухоли поджелудочной железы и он вместо того чтобы это осознать понять что он не был идиотом но он эту простую вещь не мог понять он поехал тибетским монахом в результате все мы знаем что он умер ну потому что он год потерял времени понятно но потом надо было делать это сразу а вот как эту собаку которая вам показывал газ продолговатым мозгом то есть вот тоже кстати из москвы вот пойти то есть ну это это проблема она постоянная то есть это не то что там это каждый ну практически каждый раз происходит то есть вот собака у нее вестибулярные нарушения то есть это тоже из москвы собака понятно чаще всего этого как раз и происходит почему-то с ними то есть вот такая собака ей делают мрт доходит вот такую опухоль да то есть понятно же что если у тебя опухоль она выросла а то точно ты от нее умрешь если ты сделаешь ничего то есть я люблю делать ничего лечебное потому что лечебное ничего очень хорошо помогает но есть ситуации когда лечебное дело не ничего просто убивает то есть вот такая опухоль небольшая только то есть даже до продолговатого мозга и до мозжечка не дошедшая да то есть вот сказали делать ничего а дорастили до такого размера и тогда уже решили что надо ее удалять то есть опухоли это не арбузы которые надо дозреть нужно дозреть да то есть вот это самая большая проблема на самом деле на сегодняшний день то есть мы знаем даже как из-под долговатого мозга удалить вот удалили буллу и из-под долговатого мозга и к мозжечку идущая опухоль можно это сделать то есть даже технически это можно сделать но а удалить опухоль а вот такого размера и вот такого размера это для разные операции бак потом отекает продолговатый мозг вот от такой опухоли несоизмеримо больше а здесь здесь бы даже и он бы не отек потому что было поражение только вестибулярного аппарата но то есть он туда даже она еще не не про не проникла внутрь головы поэтому это самая большая проблема вот то есть сейчас проблема не столько техническое удаление как владельцам раз разъяснить что есть болезни которые надо не лечить и они пройдут то есть той же скоростью как и те которые и как ты их лечишь а есть которые в принципе не пройдут вообще никогда без вариантов и чем раньше начнешь лечить тем больше шансов и тут они боятся делать мрт потому что до мрт собака может погибнуть но то что у него может быть у нее уже точно есть болезнь от которой она может умереть и эту болезнь можно остановить у них это в голове не складывается то есть болезнь уже наступила и большинство болезней в головном мозге в голове смертельные до их это не доходит а то что она теоретически практически почти невероятно может умереть на мрт по крайней мере вас там и газ специальный для томографа и вся остальное и весьма то есть о вероятность умереть на мрт под наблюдением анестезиолога меньше чем без анестезиолога потому что анестезиолога следит и может предпринять действия для того чтобы собака не умерла если мы говорим о головном мозге то для головного мозга наркоз это то чем бы его лечим то есть попасть на трое суток на выхода чтобы вывести из эпилептического статуса это ничего а на 30 минут на тот же самый наркоз но с использованием пропофол и гаста но даже меньше это чего то есть но мы лечим пациентов с то есть что мы удалили опухоль головного мозга и что дальше дальше собака идет она находится в наркозе еще несколько часов а если у меня просто эпилептический статус она трое суток находится или там двое суток находится в наркозе то есть сделать получасовое исследование понять чем болеет ну страшно а потом трое суток лежать на этом же наркозе не страшно то есть никакой логики логика приблизительно такая же чтобы что сначала я открою дырку потом закрою дырку потом открою дырку но для тока из области пролаговатого мозга и избу то есть никакой никакой логики вообще почему так происходит я думаю что потому что короче это проблема человеческого мозга он старый много миллионов лет а ситуация поменялась просто быстро и не успевает просто осознать реальность то есть потому что но я начал операции по удалению опухолю головного мозга 2006 году до 2006 года реальность была вообще другая из продолговатого мозга ну вот это 2015 год да то есть это вот это мрт то есть но где-то 67 лет мы удаляем опухоли и из района продолговатого мозга то есть до этого не говорили что нет мы не сможем это сделать то есть но 5 там 5 6 7 лет назад да то есть поэтому сейчас реальность другая а люди еще не осознали и вот поэтому вот что я хотел вам рассказать да пока не умрут от чего-нибудь а какой операции открыл болезни какая болезнь диагноз какой какая какая опухоль 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 какая диагноз плети то есть вот после операции долго ли какой операции а и какой вот этот самый абсцесс у этого самого к не омбрин у кота такую я знаю что вот эта собака прожила еще несколько месяцев точно но у него вестибулярные нарушения остались вот с паниель год жил точно а зависит от того какая опухоль если это менингиома в голове да мы удалили ну два три пока не умрет от старости зама другой болезни но если это лимфома так как она химичится то есть если это лимфома ну она химичес debe охимичится там они химической и и отличная ну сколько много как при лимфоме просто как при лимфоме то есть зависит от того какая опухоль если это страх этом а если она долго растущий острова это одно если то быстро растущая стоит сумма это другое то есть зависит от опухоли если это абсцесс, ну, удалил абсцесс и удалил, все. Ну, все. Ну, живет сколько проживет. То есть, неограниченное количество, то есть, рецидив абсцесса, если ты все удалил, ну, маловероятен. А по опухолям все зависит от гистологии опухоли. Вот. То есть, у меня есть пациенты, которые с менингиомом, я была, общарка, у меня на канале есть ее видео, она из операционной встала и ушла. Вот недавно был пациент Каникорсова, я удалил у него астроцитому, но умерла потом, иначе через несколько месяцев после удаления опухоли надпочечника. Понимаете, поэтому удалил полушария, все нормально, а, например, та же самая опухоль надпочечника, она феохромацитома. То есть, можно не справиться в плане, там, анестезии или, там, ну, арита или еще что-то. То есть, это давление падает туда-сюда, и могут быть проблемы. Поэтому у меня был французский бульдог, я удалил ему астроцитому, а хозяева боялись удалять опухоли головного мозга. То есть, они, не видя опухоли головного мозга у французского бульдога, согласились ее удалить. Я ее удалил. Через полгода у собаки случилась течка, потому что они боялись наркоза и сделать кастрацию, и она через 2 месяца, у нее, ну, после течки развились опухоли молочных желез, развились метастазы, и она через 7 месяцев умерла от опухолей молочных желез. Потому что они боялись их удалять. Да, поэтому, и это вот, мне было очень жалко, да, то есть, я удалил эту астроцитому французских бульдогов, она у них в виске, контраст не накапливает, специфическая опухоль, очень хорошие результаты, все супер. Но она умерла от опухолей молочных желез, потому что они не захотели оперировать молочные железы, потому что где-то им кто-то сказал, что если тронуть опухоли молочные железы, они будут расти быстрее, и все, и ничего с этим не сделать, они где-то это услышали, кто-то это где-то, ерунда, где-нибудь сказал, и они были уверены, что это так и есть. А осознать, что собака умрет, если ничего не сделать, они не могут. Почему? Непонятно. Ну, это проблема Стива Джобса, я так и называю, проблема Стива Джобса. То есть, это не проблема врачей-идиотов, которые не могут объяснить, и людей, которые не могут понять. Потому что я уверен, что лучшие американские врачи объясняли одному из умнейших людей мира, что с ним происходит. Наверное, у них есть какие-то свои способы. Я думаю, что мне далеко, и всем нам далеко до способности американских врачей рассказывать, ну, что-то там. И Джобс наверняка был очень умным человеком, раз придумал много чего. Но он не смог, и они не смогли. Почему? Это вот загадка на следующий год. Кто придумает, напишите мне. Спасете много жизней. Вот. До свидания, уважаемые коллеги. Приезжайте в Питер. Да. Созвоночник, переломы. Да. Отправлять можно? Да, ради бога, конечно. Потому что у меня сейчас возникла такая постоянная клинка. Тут самое главное, есть ли спинной мозг. Потому что, когда есть перелом позвоночника, то есть, смотрите, вообще перелом позвоночника… Я понимаю, что такой там… Да. То есть, тут я бы, наверное, сделал КТ-миелографию. Или просто миелографию. То есть, почему? Потому что надо понять… У нас проблемы с диагностикой. А миелография, смотрите, есть я сенген, можно… Я не стал… Смотрите, я не делаю миелографию. Я не делаю МРТ. Человеческая. А я не делаю МРТ. Смотрите, если есть перелом позвоночника, лучше сделайте КТ или просто миелографию. Потому что просто от миелографии вы получите данных больше, чем от МРТ. Сделайте миелографию. Рентген, миела, иголка. Три копейки стоит рентген, иголка, все. И пим-пим-пим, нащелкал снимков. И видишь, есть ли разрушение спинного мозга. Если есть разрушение спинного мозга, оперировать нечего. Ну, потому что вся хирургия спины – это хирургия по спасению спинного мозга. Если спинного мозга уже нет, то уже спасать нечего. А если он есть, его надо спасать. Поэтому МРТ можно делать, но… Можно ли вообще, в принципе, направить человек к вам? Да ради бога, конечно. Потому что… Рентген, ну, что же там не актуально будет? Рентген, ну, меньше. А, если есть рентген, то можно же миела сделать. Они просто уже запутались по такой степени. Нет, смотрите. А я вам скажу, а что запутались, смотрите. Я, да, частно, практикующий врач. Они могут и все сделать. Я их отправляю. У нас есть инвек, который… Там, там, Еленов Макса Литвович, он там всем этим рулит. Он очень любит делать все, 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 что можно. Надо просто ответ дать на вопрос, мозг есть или нет? Один вопрос. Ответить он на этот вопрос не может. Я все-таки… Давайте, да, да. Я не человек, который занимается МРТ. Да не проблема вообще. Вам на почту лучше высылать или на номер, как у вас на ватсапе висит? Да, не на номер, как само исследование. То есть не картинки, а само исследование. Нет, на почту. Да, 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 да. Скажите, вот вы оставляете, когда отверстия удаления с пола прохода, как-то там обработали в чем-то? Да, физиостором, если там есть какое-то скопление огной, то потом я просто беру и назначаю промывание. Чаще всего через 3-5, может быть, дней они приходят, я смотрю, если это доступ к нейтральный был, чтобы не заросла кожа. Если это такая булатомия, то там сильно быстро не зарастает, но бывает, что тоже зарастает. А как долго зарастает? Две-три недели. Ну, две-три недели. И не так вы не… Нет, она очень быстро зарастает. И у меня даже больше проблема, чтобы она не зарастала. Достаточно долго. Да, то есть я борюсь, чтобы она не заросла быстро. Вот в этом случае антипетики выбора до посева. То есть, а посевы, слушайте, посевы вообще самая большая проблема. Потому что посевы, ой, слушайте, у нас плохо все с посевами. Мы всем сеем, направляем то в одну лабораторию, то в другую, то в третью. Получаем разные результаты. Ну, амоксиклав, вот. Ну, отвечаю, вы стояли, сколько до вас было в основном таблетке, по-моему, таблетке, то есть не в уколах? Ну, по-разному. А цифлоаспорин? Или цифлоаспорин? Или цифлоаспорин я тоже назначаю. Ну, цифлоаспоринов или зенат назначаю. Зенат? Вылечена или без разницы? Зенат. Ну, зенат назначаю. Ну, вот его. Недозировки вообще применяем. Без передозировки. Цифлоаспорин 20 миллиграмм на килограмм. Если в турхеналоне назначаю, то назначаю миллиграмм 20. Там чуть больше, вообще, такого зайдет, чем у селятал. Ну, 20, да, да. 20 миллиграмм. Спасибо. Все. Приятно вам. Да? Спасибо. Спасибо. А именно у вас ПТА будут какие-то, именно, вот, семенов, конференции, мастер-классы у вас постоянно проходят? Да. Ну, будет сейчас хирургический конгресс, да. Будет, будет хирургический конгресс. В конце февраля, ну, начале марта, 4-5 марта. А в Сибири у вас не будет, получается? А я не знаю. Где? Ну, это там, с 10-го, по-моему, по 11 февраля он будет в Новосибирске. А я не знаю, может быть, не будет, надо спросить его. Я сейчас сюда. Да, давайте, давайте. На каждый телефон, да? Ладно. Все, хорошо. Спасибо большое. Ну, давайте здесь. Найблоков, развитие. Давайте вот у нас фотки, да, я в каком вас есть. Я у меня там. Разверни камеру. Я у меня там. Ага, давай. Вот сюда вот. Вот, в белок. Вы вставайте, кто-нибудь там. С удовольствием. Ну, ладно, я не могу. Давайте сюда, давайте сюда. Давай. Да, давайте. Да, идите сюда. Идите вот. Вот так, давайте. Я вышел. О, а вы здесь вот. Сможете вот здесь вот. Ну, например, нет? О, маленькая, как круто. Да? Нам надо еще сомневаться. Давайте, давайте, давайте. Нужно. Все, все. Нужно еще. Нужно еще. Желание, конечно. Да, да, да. Давай, давайте. А, давайте так. Давайте так. Давайте. Все. Ага, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Да. Спасибо за лекцию. Очень интересно. Да, кстати, очень интересно. Я тут недавно у вас на учет был. Невалечие. Можем вопрос. Да, сколько угодно. Вы, наверное, часто встречаете фибросаркомы мягких тканей на конечностях у животных? Да, бывает часто. В среднем. Рецидив. Как часто? Блин, 3-4 месяца. У меня сейчас была какая-то очень злокачественная опухоль, через 3 недели была вообще. То есть вообще, блин, это... Если удалили у кошки, грубо говоря, лапу, то как вариант, что через 3-4 месяца будет на другой лапе. Да. Ох, весело. Лапа ничего. Ну, они, конечно, плохая опухоль. Плохая опухоль. Ну, если вот такая вот практика есть, мы их в Таназ не отправляем. Не говорят, что будет отходить. Да нет, это мое личное окошко. Мы оттяпали ей лапу по колено, собственно. Блин, если вы уже оттяпывали, лучше... В этой ситуации я бы, наверное, оттяпывал просто по бедро. Ну, я надеюсь, по колено может уже хватило. А была где там? А где была? На подушечке. А, по колено тогда хватит. Да, по колено. Спасибо. Да. Ну, тогда, скорее всего, хватит. Надеюсь, что мы... Может, мы все попробовали на трупах, да? Сначала? Да. Сначала, да. Ну, а потом нет. Не, ну, вообще, как обучение? Сначала, ну, конечно же, сначала читаешь. Сначала теория. Потом трупы. Потом живые пациенты. Все доступы, конечно, все равно отрабатываешь на трупах. Ну, потому что это бесполезно. Ну, сразу, ну, не поймешь. Ну, на трупах, ну, да. Да, ради бога. Вконтакте есть я, там, в фейсбуке есть. Ну, я чаще всего в Вконтакте нахожусь. Вконтакте и почта. То есть, ватсап, Вконтакте. Ну, Вконтакте просто добавляют. Ну, там, Сотников Владимир. И все это, там, я, там, есть и вообще без проблем. Да, можно приехать, там, надо согласовывать. Да, можно приехать просто так. Не, в любой момент можно приезжать. То есть, в плане приезда можете приехать в любой момент. То есть, на всех операциях, во-первых, можно присутствовать. А вообще на всех. Можно, я не знаю, там, ну, сколько угодно находиться. То есть, каких-то ограничений там нету, да. То есть, у нас клиник сейчас три, почти четыре. Да, то есть, в любой из клиник. Единственное, что если, например, вам какой-то нужен отдельный специалист, которых мало, ну, неврологов много. То есть, постоянно есть неврологи. Ортопеды тоже есть. Если какой-то узкий специалист, которого один или два, лучше с ним договариваться отдельно, потому что он может уехать куда-то. То есть, ну, он уехал и все, и все. Я просто больше в травматологии. Ну, пожалуйста, хоть в неврологии. Я больше в работе в травматологии. Не, ну, пожалуйста, ради Бога. Очень интересно вот эта тема. Залезть поглубже. Слушайте, их много, этих пациентов. Очень много. Да, у меня вот сейчас есть какой-то один. Я просто приехал ради того, чтобы разобраться от этой темы. Да, ну вот, сто процентов вообще. Просто их много, их надо лечить. Их можно лечить, и это очень даже реально. Спасибо. 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 Спасибо.